Если кровь у нас качается сердцем в 60 раз в минуту, то лимфа поднимается вверх, снизу вверх, достаточно медленно, всего лишь скоростью 1-2 сантиметра в минуту. Поэтому и говорится, что лимфу проталкивает вверх массажист, есть такая поговорка, что кровь в стене человека качает сердце, а лимфа только массажист. Отчасти это правда, но еще лимфу качают наши сами мышцы, когда они сжимаются, они ее проталкивают вверх. Но если мы сидим, сидячий образ жизни сейчас у многих, то она не проходит застойное явление получается, особенно в ногах. Либо кто-то активно занимается спортом или работа у настоящее, то у него просто из-за того, что гравитация, во-первых, давит вниз, во-вторых, не выдержала. Бутылка разбилась, ну ничего, я подмету. Поэтому, чтобы преодолевать гравитацию, обязательно очень полезно переворачиваться хоть один раз вверх ногами в течение дня. Ноги продымать вверх. Да, а еще лучше поднимать ноги вверх, когда вы отдыхаете, да, чтобы пятки у вас были выше сердца, а еще лучше выше головы. Если есть такая возможность, да, на диване. Перед сном? Перед сном, да, лучше всего перед сном. Некоторым даже, у кого застойное явление или варикостом. А, забрасывать ноги на стену? Да, забрасывать ноги на стену. Самому себе можно проглаживать вот так вот вниз, получается. Если нога вверх, то вниз. А на сколько так делать? Кто? На сколько так делать, ноги держать? Ну, хотя бы минут 15-20. А вы знаете, вот есть такой стереотип, так скажем, что ковбои поднимают ноги, на стол падают, да, в сапогах. Это вот в фильмах такой распространенный достаточно стереотип, но на самом деле это же киношная придумка. Да, они так отдыхают, но это придумка именно киношная. В реальной жизни никогда ковбои так не поднимали ноги. Но вы сами подумайте, ковбои это кто? Это люди, которые пасут ковец, ой, это люди, которые пасут коров, коней там загоняют, да. Они все время в поле, в грязи. Ну что же у них грязные сапоги будут на стол пасть? Знаете, откуда взялась вот такая повадка сейчас, которая приписывает ковбои? И это был на самом деле социальный заказ. Потому что когда в начале прошлого века, 19-го там, когда появились вот эти вот конвейерные производства, Генри Форд придумал конвейеры, и люди стали целыми днями стоять возле конвейеров на работе. У них стали оттекать ноги, массово стали жаловаться на варкозное расширение вен, на отечность, на тяжесть в ногах. Ну все уже в санаторию отправишь, да? И в Америке реально эта проблема заботились, создали, созвали консилиум врачебный и думали, как бы обойти такую проблему. И врачи вот в те времена сказали, что надо ноги держать вверх, выше головы или выше сердца хотя бы. Но как же всех это заставить делать? Это же очень сложно. Тогда они придумали ввести такого героя в киноиндустрию свою. А как раз тогда начинала развиваться активная киноиндустрия в США, да? И они придумали, чтобы все ковбои в каждом фильме клали ноги на стол. То есть такой социальный заказ был на самом деле. Как у нас в Советском Союзе, помнишь? Социальные пропагандистские всякие заказы были для кино. Без этого даже некоторые фильмы допускали до проката. Так и у них это было. И вот, каким удивительно с тех пор это повелось. Сейчас уже во многих фильмах не только ковбои, а как бы это считается за такой мерой вольготности, вальяжности человека. С высоким статусом, да? Вот он типа может себе позволить так. Сейчас уже в фильмах делают бизнесмены с чистыми туфлями. Не то, что раньше, да, например. Так что вот такой интересный факт. В истории на самом деле много чего напутано и привнесено из фильмов. Например, пираты никогда не плавали под этим флагом Черный Роджер. Помнишь когда скелет там такой? Ага. Череп с перекрещенными костями? Это все в кино придумали. Да, заходил. Да, ты его не будешь делать на них? Нет, он уже оделся, он уже ушел. А, уже ушел, потому что он уже помогли. Да, он уже спросился. Это надо было сразу на них делать, чужим потом что ли будет. Вот тут разбилось надо. Вот тут разбилось надо. С тобой. Вот и... Хорошо. Хорошо. Хорошо.